Продолжаем изучать историю России. На рубеже 17-18 веков. По этой теме рассмотрим пять коротких вопросов. Первый. Усиление иностранного влияния на Россию. Второй. Симеон Полоцкий. Третий. Политический курс Морозова и Милославского. Четвертый. Реформы Оргина-Нащекина. И пятый. Реформаторские планы Голицына. Так, первый вопрос. Почему же к концу 17 века в правящих кругах России сложилось убеждение в необходимости проведения в стране серьезных реформ? Дело в том, что усиливалось иностранное влияние на Россию. Торговые контракты России с Востоком и Западом, постоянные войны с Крымским ханством, Турцией, Швецией, Речью Посполитой в 17 веке, во многим способствовали усилению зарубежного влияния. Не только на формирование внешней и внутренней политики, но и на традиции и даже на быт населения страны. С восстарением династии Романовых началось систематическое приглашение для консультации и на службу в Россию иностранных военных специалистов, врачей, аптекарей. На окраине Москвы появилась немецкая слобода, Кукуй, где жили выходцы из западноевропейских стран. Три четверти жителей немецкой слободы составляли семьи военных специалистов. Уже в ходе русско-польской или по-другому Смоленской войны в составе русской армии воевали шесть полков иноземного строя. Со временем их стали комплектовать и из русских. При Алексее Михайловиче был создан воинский устав, составленный по западным образцам. Голландские специалисты участвовали в строительстве пушечного завода в Москве и первого русского военного корабля «Орел», построенного в 1667 году. Модными стали западноевропейская одежда, танцы, иностранные языки. Западное влияние на Россию усилилось после присоединения Левобережной Украины и Киева. Западная культура приходила в Россию, и по образному выражению Ключевского, великого историка русского, в польской обработке и шляхетской одежде это происходило от влияния западной культуры. В Москву устремились носители польской культуры из числа украинцев и белорусов, оказавших значительное влияние на развитие российского образования, церковных обрядов, художественной культуры. Среди них оказался и Симеон Полоцкий. Каково же это было влияние? Дело в том, что Россия переходила на современные методики и воинского строя, тактики, стратегии. То есть она начинала включаться в те современные технологии, которые имелись в Западной Европе. Естественно, они были передовыми, и Россия не желала отставать от Западной Европы. Кто же такой Симеон Полоцкий? И почему нужно его рассматривать как одного из агентов усиления иностранного влияния на Россию? Настоящее его имя и фамилия – Самуил Петровский Ситнианович. Годы жизни 1629-1680. Он выходец из Белоруссии. Симеон Полоцкий как раз по его, как говорится, его прозвище по городу Полоцк. Он и получил от этого города свое прозвище. Он окончил Киево-Могилянскую академию и около 1656 года постригся в монахе, приняв имя Симеона. Он жил в Богоявленском монастыре в Полоцке. Отсюда более позднее прозвище – Полоцкий. Здесь же Симеон учительствовал, получив широкое признание у населения благодаря своим высоким профессиональным нравственным качествам. То есть он был образцом культурным, агентом культурного влияния Запада. Он писал стихи на белорусском и польском языках. Симеон выступал за объединение русского, украинского и белорусского народов в рамках единого российского государства. Слава о просвещенном монахе быстро распространилась по России, и он был приглашен в Москву. С 1664 года он обучал будущих служащих московских приказов, то есть министерств, в школе при Заиконоспасском монастыре на Никольской улице возле Кремля. Симеон стал первым придворным поэтом, прославляющим в своих произведениях царскую фамилию. Его публицистические работы также превозносили самодержавие. Вскоре царь Алексей Михайлович, наслышанный о широкой образованности Симеона, поручил ему воспитание и образование своих детей. Двое из них, Федор и София, стали затем царствовать. Это были первые правители России, получившие элементы западного образования, включавшего знания европейской истории, культуры, а также основных иностранных языков. Неудивительно, что царствование Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и правления царевны Софии были отмечены попытками проводить реформы по западному образцу. Продолжение следует... Политический курс Бориса Ивановича Морозова и Ильи Даниловича Милославского. Морозов, год до жизни 1590-1661, был воспитателем царевича Алексея Михайловича. Когда в 16 лет Алексей Михайлович вступил на престол, Морозов стал главой правительства, возглавив пять приказов. Вместо прежних бояр, занимавших должности не по способностям, а по родовитости, на место руководителей приказов, то есть министрами, были назначены люди, пусть и не знатного происхождения, но обладавшие нужными навыками. Как бы сейчас сказал, были профессионалами своего дела. Диаком Пасульского приказа стал ярославский купец Назарий Честой. Его брат, тоже купец, возглавил монетный двор. Советниками Морозова выступали известные предприниматели Андрей Виниус и Василий Шурин. Реформаторы стремились использовать в России голландский опыт предпринимательской деятельности. Стольник Илья Данилович Милославский, 1595-1668 год, был направлен Морозовым в Голландию для изучения опыта формирования армии и производства вооружений. Из Европы он вернулся сторонникам западного опыта. Реформаторы предложили провести по европейскому образцу налоговую реформу, главной целью которой была замена прямого налогообложения косвенным. Были введены высокие налоги на табак и соль. Однако население не имело средств купить соль по новой цене, и начались народные волнения. Надо сказать, что Борис Иванович Морозов явился инициатором брака царя Алексея Михайловича с дочерью Ильи Даниловича Милославского. А также и сам Морозов был женат на младшей дочери Милославского Анне. Брак состоялся практически через две недели после брака царя Алексея Михайловича на старшей дочери Милославского. Надо сказать, что Алексей Михайлович не взлюбил Милославского, да и весь род Милославских. Так как в народе род Милославских имел дурную славу за мздоимство и стержательство. Так говоря современным языком, они были коррупционерами того времени. Однако они много сделали для изменения политического курса в сторону западноевропейского опыта. Что было сделано, то есть какие результаты политического курса Морозова и Милославского. Во-первых, это проведена реформа налоговой системы по европейскому образцу. Замена прямого налогообложения косменным. Второе. Были приняты высокие налоги на соли табак. Третье. Создание русской регулярной армии. И четвертое. Создание предпосылок для реформ ордена Нащокина. И все же одним из главных результатов реформ Морозова и Милославского стало создание русской регулярной армии. Их дело во многом продолжил Афанасий Лаврентьевич орден Нащокин. Реформа ордена Нащокина. Псковский дворянин Афанасий Лаврентьевич орден Нащокин годы жизни 1605-1680 был одним из самых известных политических деятелей России 17-го столетия. Поступив на военную службу в 17 лет, он стал не только незаурядным военным деятелем, но и крупным дипломатом. В 1656 году он подписал союзный договор с Курляндией, а в 1658 году крайне необходимое для России перемирие со Швецией. То есть он был очень хорошим дипломатом. После этого царь Алексей Михайлович удостоил его чина думского дворянина, а после заключения орденом Нащокином Андрусовского перемирия с Польшей в 1667 году и боярского достоинства. То есть он стал боярином. Тогда же Афанасий Лаврентьевич возглавил посольский приказ. Во главе внешнеполитического ведомства он выступил за расширение экономических и культурных связей со странами Западной Европы и Востока. Орден Нащокин хотел обезопасить южные рубежи России. От соперничества с Польшей он предложил перейти к союзу с ней, направленному против турецкой угрозы. В области внутренней политики предложения ордена Нащокина во многом опередили реформы Петра Первого. Он предложил сократить дворянское ополчение, увеличивать число стрелецких полков, а также ввести в России рекрутскую повинность. То есть регулярную армию, по сути дела, он создавал. Это предполагало постепенный переход к постоянно действующей армии. Орден Нащокин попытался ввести элементы самоуправления по европейскому образцу, передав некоторые функции суда и управления выборным представителям посадского населения. Согласно чтить процветания российской экономики, он отменил привилегии иностранных компаний, предоставив льготы русским купцам. Эти меры были закреплены в новоторговом уставе 1667 года. А также он стал основателем ряда новых мануфактур. По проекту ордена Нащокина была установлена почтовая связь между Россией, Вильной и Ригой. Однако многое из задуманного ему так и не удалось осуществить. В 1672 году орден Нащокин был подвергнут опале, после чего добровольно постригся в монархии. Реформаторские планы Василия Васильевича Голицына, годы жизни 1643-1714. Он явился фактическим правителем России в период правления царевны Софьи, 1682-1689 годы правления царевны Софьи. Именно при его поддержке в Москве в 1687 году было открыто славяно-греко-латинское училище, а позже преобразовавшееся в академию. Была отменена смертная казнь за возмутительные слова против власти. Принимались указы, вводившие европейские формы быта. Главным направлением внутренней политики Голицын предлагал считать исправление нравов и развитие инициативы подданных. Он выступал последовательным сторонником курса ордена Нащокина на поддержку отечественной торговли и ремесел. Основным препятствием на этом пути князь считал крепостное право и предлагал освободить крестьян от власти помещиков. Высказывал Голицын идеи введения поголовной подачи с крестьянских хозяйств. Все это должно было, по его мнению, способствовать хозяйственному процветанию народа, а знать это и государство. Организованные и проведенные под руководством Голицына неудачные кримские походы 1687 и 1689 годов убедили его в необходимости отказаться от дворянского ополчения и заменить его армией по западному образцу. В отличие от ордена Нащокина, Голицын считал, что это должна быть наемная армия, однако и ему не удалось осуществить всего задуманного. В 1689 году князь был отправлен в ссылку в Архангельский край. Подведем итоги. Вот так готовы все эти действия, то есть политический курс Морозова и Милославского, реформы ордена Нащокина, реформаторские планы Голицына. Они как бы способствовали или сделали подложку, фундамент, основание под дальнейшие реформы и преобразования Петра Великого, Петра Первого. Во второй половине 17 века российские власти осознали необходимость реформ в России. Началась разработка их проектов и даже конкретная деятельность по проведению некоторых из них в жизни. Однако реформы велись крайне медленно и непоследовательно. Многие планы так и остались лишь на бумаге. Поэтому Петр Первый должен был появиться, и естественно он появился и сделал величайшее преобразование для России. Итак, персоналии Афанасий Лаврентьевич Орден Нащокин, Морозов, Милославский, Орден Нащокин, как я уже сказал, и Голицын. А также в то же время действовал и нидерландский философ, один из главных представителей философии Нового Времени, Бенедикт Спиноза, годы жизни 1632-1677. Вопросы и задания надо проработать шесть основных вопросов для повторения и закрепления материала. Первый. Привести примеры усиления иноземного влияния в России в XVII веке. Оценить значение этого влияния на реформаторскую деятельность представителей власти. Второй. Рассказать о жизни и деятельности Симеона Полоцкого. Какое влияние он оказал на детей царя Алексея Михайловича. Третий. Какие реформаторские проекты принадлежали Ордену Нащокину? Что из них удалось воплотить в жизнь? Почему историк Ключевский, это четвертый вопрос, называл Ордена Нащокина государственным человеком? Пятый. Высказать свое мнение о деятельности и государственных проектах Голицына. Почему многие его проекты так и не воплотили в жизнь? И, наконец, шестой. Как вы думаете, какие свои общества могли быть недовольны реформаторской деятельностью представителей власти? Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok